Всем привет! Как подобрать локацию для пункта выдачи, да и для бизнеса в целом, чтобы она приносила доход? Это один из частых и самых первых вопросов при идее создания бизнеса. В этом видео мы разберем на примере пункта выдачи, какая локация удачная, и создадим некий трафарет, по которому можно выбирать локации, которые приносят доход. Также в конце видео я покажу на примере пункта выдачи в Alberis, как не стоит открывать локации, как не стоит открывать бизнес, чтобы не прогореть и не потерять деньги. Меня зовут Федор, я являюсь управляющим уже шести пунктов выдачи, и при управлении возникают сложности, в основном при открытии. Какие пункты удачные окажутся, какие не очень. И чтобы как-то сформировать шаблон у пунктов, я решил сделать и выделить некоторые характеристики, которые приносят доход. Мне очень помогли люди, которые предоставили данные по своим пунктам, но выборка получилась не такая большая, всего 15 пунктов, поэтому за стопроцентный результат этих исследований поручиться нельзя. Но они более-менее хоть как-то отражают картину. И кстати, вы можете поделиться о своих пунктах в комментариях, чтобы была большая база данных для анализа, предоставив адрес и выручку за январь месяц в комментариях. Или можете прислать мне в ВКонтакте или в Инстаграме, чтобы не показывать свои данные. Итак, я сделал таблицу. Первое, на что нужно будет обратить внимание, это транспортная доступность. Это должна быть либо крупная дорога, ну минимум две полосы, либо автобусная остановка какая-то рядом. Второй пункт, это численность населения. Тут я разделил на три группы. Первая группа, это менее 3000 населения в радиусе 500 метров. Вторая от 3 до 10 тысяч, и третья группа от 10 и выше. Следующий столбец, это является ли данная локация новостройкой. То есть, сданы дома давно уже и они все заселены, либо дома только сдаются и вот в ближайшее время начнется заселение. Следующий столбец, который определяет прибыльность твоего пункта или нет, это находится ли локация на входе в какой-то большой массив. Чтобы для понимания, это как будто бы, допустим, конечная остановка у автобуса. Все вот, подъехали и дальше уже автобус никуда не едет. И тут вот начинаются либо мелкие дома какие-то, либо даже может быть крупные. Но, грубо говоря, чтобы мимо этого пункта выдачи уже никак не пройти. То есть, это такой, как входная дверь, скажем, в этот жилой район. Ну и пятый пункт, по факту он тоже очень важный. Это отработала ли ваша точка более года. Потому что, если так смотреть по статистике, 90% пунктов, которые отработали больше года, они прибыльные. Ну и давайте взглянем на таблицу. Я вот убрал тут данные по адресам, чтобы не палить их. Оставил только свои. Итак, вот первая точка. Транспортная доступность у нее есть. То есть, близко находится к дороге. Следующее. Там находится население более 10 тысяч. Новостройка? Нет. А на входе в массив? Тоже нет. И отработано больше года? Да. Итого я сделал вот такие коэффициенты. И у меня получилось 3,8 коэффициент. Это является хорошим коэффициентом. Все, что больше трех, это хороший коэффициент. И точка работает в плюс. И получается, у меня вот точка отработала там на 162 тысяч за январь. В принципе, это хороший результат. Перейдем вот к следующей. Вторая точка. Получается, транспортная доступность? Нет. Она получается, по факту, находится в каком-то жилом таком районе. То есть, прямой дороги, грубо говоря, где есть троллейбус, трамваи, автобусы? Нет. Но это тоже, по идее, не совсем плохо. Следующий столбец. Это население. Население тоже более 10 тысяч. Новостройка? Нет. Вход в жилой массив? Тоже нет. И отработано больше года? Да. Итого, получается общий коэффициент 3,2. Ну и как итог, они отработали на 186 тысяч. Давайте возьмем мою точку. Транспортная доступность? Есть. Население больше 10 тысяч? Есть. Новостройка? Нет. Вход в жилой массив? Нет. Отработано больше года? Да. Коэффициент 3,8. Ну и так она и является на самом деле. У нее доход 156 тысяч. Она отработала за январь месяц. Теперь возьмем точки, которые есть другие характеристики. Вот, например, точка, которая находится на входе в жилой массив. У нее основные все вводные, такие же, как у первых трех предыдущих, но плюс еще есть, она находится на входе. И как итог, у нее получается 5,7 коэффициент точки. Ну и, соответственно, выдача она выдавала на 217 тысяч. Что я скажу, в принципе, неплохо для пункта выдачи в январь месяц. Представляете, в декабре какие там были обороты. Но возьмем сейчас точку, которая отработала больше года, но там очень маленькое количество населения, то есть менее 3000 в радиусе 500 метров. И получается, что если так смотреть по всем вводным остальным, у нее получается коэффициент 2,2. И выручка у нее с этой точки 52 тысячи. То есть, грубо говоря, по факту она идет сейчас либо в ноль, либо в небольшой минус, либо в небольшой плюс. Вот она вот туда-сюда скачет. То есть коэффициент 2 – это вот точка, которая находится на какой-то грани. Либо она упадет вниз, либо она все-таки стрельнет вверх. Ну и третий вариант точек – это новостройки. У них средний показатель идет 1,6. 1,5, 1,3. Это вот такой идет коэффициент у них. То есть 1. И если смотреть, если хороший массив, в котором при достройке всех зданий, когда заселятся люди, будет большое количество населения, то он сразу автоматически перейдет в коэффициент более трех. И то есть будет приносить хороший доход. Но если там строится, допустим, один небольшой дом, то большой прибыли ждать, в принципе, бессмысленно. Я закреплю эту таблицу в описании к ролику. Попробуйте сами, поиграйте с цифрами. И напишите в комментариях, какой у вас общий получился коэффициент. И было бы очень интересно, если вы оставите в комментариях «да», если табличка верная, и, допустим, при трех коэффициенте у вас пункт работает в плюс. Либо напишите «нет», где, допустим, также при трех коэффициенте пункт работает в минус. Было бы вот интересно посмотреть. Ну и, как я и говорил, идеальный трафарет для пункта выдачи, ну или, в принципе, в бизнесе, это первое. Обязательное нахождение на входе в жилой крупный массив, с населением более 10 тысяч, желательно на остановке где-то, и чтобы эта точка уже отработала более года. Вот тогда 100% будет прибыль, и будет прибыль жирная. А теперь перейдем, как я и обещал, к примеру о том, как не стоит открывать пункты или вообще любой другой бизнес, на примере Вайлбереса, потому что это то же самое, что лезть в Красный океан. А вот так вот выглядят пункты выдачи Озон. Вот расстояние между пунктами 500 метров. То есть, видите, да, в принципе, у каждого есть свободное пространство. Теперь переходим к Вайлбересу. Вот общая картина, как выглядят пункты выдачи Вайлбереса. То есть, здесь уже натыкано 6 пунктов. И вот так выглядит картина, чтобы у вас было понимание, где находятся пункты Озон и Вайлбереса. Вот на этом примере четко можно проглядеть, то, что два пункта находятся на расстоянии 500 метров, а пункты Вайлберес находятся даже ближе 500 метров и расположены в куче. То есть, по факту, получится так, что ни один пункт нормально не заработает. Каждый мешает другому. Вот это вот и называется Красный океан. Когда вы заходите туда, где очень большая конкуренция. Я надеюсь, это видео было полезным для тех, кто думает, почему мои пункты не работают или ищет возможности для открытия новых бизнесов. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо, что досмотрели. Скоро увидимся. Пока-пока.